Ох уж эти портативные устройства, которые не дают нам покоя в последнее время. Честно говоря, это крайне удобная вещь, и ее надобность раскрывается только тогда, когда ты начинаешь понимать, что твоя жизнь выходит за рамки твоей квартиры на продолжительное время. Поездка в другу город, в командировку, путешествия, может быть даже поездка на такси на работу. Это тот промежуток времени, в который многие действительно могут скрасить его, поиграв в любимую игру. На портативном устройстве, конечно же. И скажу даже больше, у кого свитч, стимдек, роглай и прочие штуковины уже давно так делают. Но, поверьте, когда вы захотите играть вне дома, это будет очень клевая штука. Для того, чтобы мне поверить, достаточно вспомнить золотое время PSP, в котором, мне кажется, каждый офигевал от того, что какая-то маленькая штуковина способна тебе предоставить возможность играть, где бы ты ни находился. Исходя из слухов, которые в сети, поговаривают, что Xbox тоже делает шаги в этом направлении, и, возможно, нас ждет полноценный портативный Xbox, о котором мы сегодня и поговорим. Перед началом видеоролика, как всегда, не забывайте поддерживать Edo с лайком, подпиской и писать свое мнение на этот счет в комментариях. Начнем с того, что слухи о каком-то новом железе со стороны Xbox стали ходить уже давно, и буквально на днях один из инсайдеров рассказал о том, что у Microsoft есть уже готовые прототипы данных устройств, что нам говорит об активной работе в данном направлении. Чтобы вы понимали, речь идет о не жалкоподобии PlayStation Portal, который является одним из самых бесполезных устройств на рынке игровых консолей, по моему мнению, а о полноценном портативном Xbox, как Steam Deck, который, кстати, вы всегда можете приобрести у ребят из Технодеуса, у которых приятные цены и большой ассортимент. А еще они вам и скидку в 1000 рублей дадут на любую игровую консоль по моему промокоду JumboMax. В их ассортименте вы можете найти нужные гаджеты не только себе, но и своим родным. Айфоны, смартфоны, смарт-часы, конечно же, игровые консоли и прочие гаджеты. И что касаемо портативных консолей, то кроме Steam Deck у них есть OLED-версия, Nintendo Switch, Lenovo Go, Rock Eli и даже портативки для классических игр. Помимо всего, они делают доставку по всей России, имеют шуру в Москве и предоставляют годовую гарантию. Поэтому, если хочется новый гаджет или игровую консоль, переходите по ссылке в описании, используйте мой промокод, чтобы сэкономить и приобретайте все нужное в Технодеусе. Вообще, давно ходят слухи о том, что какое-то новое железо будет представлено именно летом, когда будут все эти масштабные презентации. И в целом, без всяких сомнений, будет здорово, если Microsoft попробует себя в этом сегменте. Единственное, ей нужно сделать все намного грамотнее, чем остальным, поскольку уже сейчас есть неплохие игроки на рынке, которых сложно переплюнуть, а именно Switch и Steam Deck. Я вообще не понимаю, как можно сравнивать Steam Deck, Rock Eli и так далее со Switch. Отчего сказать, да вот, если тебе нужна там лучшая батарея, бери Switch, ибо у того же Rock Eli с этим как бы проблемы. Ну, как-то на мой взгляд тупо, ибо тот же Switch, он не имеет столь обширный список тяжелой мультиплатформы. Не помню, правда, где я видел, но один из слухов поговорил, что портативная тема от Xbox будет иметь мощь Xbox Series S. И если вдруг кто-то сейчас приуныл, то на мой взгляд это даже очень хорошо, поскольку для маленького экрана, особенно портативного, качество Xbox Series S хватит с головой. Плюс, надеюсь, порадует ценник. Я очень надеюсь, что он окажется так же, как и стационарная консоль в районе там 300 или 400 баксов. Я на это, кстати, смотрю более чем логично, ибо Series X не особо продал свои 12 трофлопс, и при этом многие поняли, что Series S хватает более чем, и поэтому портативка с аналогичной мощью, аудитория, мне кажется, примется с куда большей любовью, чем более дорогой портативкой и более мощной. Но опять же, здесь все зависит от цены, ибо Xbox доказал, что это не такой бренд, за который хотят платить. Если брать во внимание Steam Deck, Rock Eli и смотреть на их операционки, и то, что на них можно накатить все, что хочешь, а именно всякие моды, русификаторы и прочие штуки, это, конечно, здорово. Но, мне кажется, это все еще пердолинг, и лично я соскучился по временам PSP, когда тебе предоставляет просто хорошее и быстро работающее устройство с понятным интерфейсом, без всяких забот. В целом, во многом, самый идеальный вариант это Steam Deck, поскольку там более продуманная Steam OS, которая близка к самому интуитивному и комфортному использованию. Но у нее есть ограничение в том, что ты не сможешь поиграть в игры вне этой системы, а именно в игры, которых нету в Steam, потому что если у тебя все куплено, там, я не знаю, в Microsoft Store, то, извини, как бы в Steam у тебя не будет игр. Да, конечно, при этом я понимаю, что умельцы могут и винду туда закатить, и незапускаемые игры запустить, кстати, Ваня с BigPick привет, но это все-таки пердолинг, который подластен лишь ПК-боярам. И не каждый этим будет заниматься, но если брать стоку и функции, как и подразумевается, тот же Steam Deck, увы, я прав. Что касаемо Rook Alight, там намного меньше пердолинга, ибо винда у тебя, по факту, сразу же развязывает тебе руки, но это все еще, знаете, не портативная консоль, как является Nintendo Switch и являлась PSP. Это некий портативный ПК. Опять же, обзор у меня есть на канале, можете глянуть, там все подробно рассказано. Да, он, кстати, может без проблем заменить частичный Xbox даже сейчас, ибо на нем вы можете пользоваться и играми Xbox через Microsoft Store, и подпиской Xbox Game Pass, которую, кстати, вы всегда можете приобретать у проверенных ребят из X Games, ссылочка будет, как всегда, в комментариях. И все дело, опять же, в полноценной винде. Но это, опять же, не совсем то, поскольку большой список игр, если вы являетесь консольщиком, конкретно с Xbox через Microsoft Store будет недоступен. Ибо это, опять же, прежде всего, некий ПК. Правда, портативный, но ПК. И проблема всех прочих конкурентов, на мой взгляд, из-за того, что у них нет собственного магазина. Кроме Steam Deck, конечно же. Поэтому у него в большей степени сделано все по уму, через которое они могли бы продавать игры. А у Xbox он уже есть и достаточно развит. Отчего, я думаю, моментально вызовет ажиотаж и потребность. Поскольку, если у тебя Xbox, зачем тебе нужен будет Steam Deck без твоей библиотеки игр? Просто даже если бы я себе выбирал какую-либо портативку, то я, скорее всего, взял бы портативку от Xbox по одной простой причине, потому что у меня будет больше там список игр и подписочки Game Pass. И если Microsoft все-таки решится рискнуть на данный эксперимент, на что я, кстати, очень надеюсь, ибо меня в последнее время, капец, как начинает эта тема вся интересовать, нас может ждать реально хорошее устройство, которое может нам заменить стационарные консоли и даже позволить себе сказать, пободаться со Steam Deck'ом. Единственное, что Microsoft при этом нужно суметь сделать, так это уместить весь функционал и возможность Xbox Series S без всяких «но», а именно в системных возможностях. В корпус аналогичный Steam Deck'а, без всяких сенсоров, на 1 ТБ с очень хорошим аккумулятором, и этой портативки просто не будет цены. Да, мощь Xbox Series X по большей степени здесь не нужна, ибо, опять же, будет маленький экран, и что касаемо онлайна, на Series S почти все идет в 60 фпс. Самое главное, это использовать тот же самый метод, что и на консолях, пытаться запустить игру не при помощи мощной начинки, а при помощи нормальной оптимизации. И поэтому в теории может быть такое, что какие-то тяжелые игры смогут идти даже оптимизирование, чем на Steam Deck'е и Rock'e Lie, которые больше, опять же, имеют идеологию ПК, нежели консолей. Я просто что-то реально загорелся всей этой темой портативности, поскольку, возможно, в ближайшем будущем моя жизнь капец как поменяется, и, возможно, я смогу играть где хочу. Дешево приобретать игры из других регионов, а самое главное, у тебя будет доступен реально огромный список игр, которые у тебя имеются как и по подписке, так и по возможности самого Xbox'а. А именно по обратной совместимости, которая, кстати говоря, что она тоже там будет, функция домашней консоли и прочих удобных тем. А если они еще смогут сделать так, что туда пойдет GTA 6, ну вообще будет улет. Но тут, опять же, я думаю, будет зависеть от того, насколько они будут запариваться с оптимизоном того или иного проекта. Но если аудитория у данного устройства будет большой, то ждать долго не придется. И в этом сегменте у Xbox'а есть реально шанс, поскольку второе такое консоли не намечается. Ну, я сейчас про PlayStation. Ибо их PlayStation Portal – это просто кусок пластмассового кала, которое даже портативкой назвать сложно. Поэтому у майков сейчас есть реально окно, в которое можно попытаться залезть и чутка заменить смысл Xbox'а, ибо, как вы понимаете, тема с Xbox'ом Series X и вообще со стационарными консолями не особо прет. И дабы немного попытать свою счастье, попытаться развиваться, я думаю, что они попробуют этот вариант. И знаете, тут довольно весело получается, что майки вместо борьбы с PlayStation попытаются выйти на рынок близкий к свечу. Ну, удастся ли им что-то из этого годное сделать? Ну, поживем, увидим. Вообще, было бы замечательно, если бы она работала по принципу подключения к дух-станции, о которой тоже, кстати, ходят слухи, мол, воткни ее в дом-переходник, и это будет полноценный консоль для телевизора. Тогда вообще надобность стационарки пропадет у многих консольщиков, в том числе, наверное, и у меня. Но единственный минус, который нас 100% ждет, так это региональная ошибка. Если майки реально выпускают новую консоль, я думаю, что операционкой она мало чем будет отличаться от обычных Xbox Series, то да, региональная тема нас тоже, опять же, затронет, но их, вероятнее всего, можно будет решить абсолютно так же, как и ранее, при помощи новых номеров DNS. В общем, не знаю, как вы, но я за то, чтобы майксов попробовали себя в этом сегменте. Единственное, сразу хотел бы, чтобы они позаботились о сиках и сделали их при помощи метода холла, чтобы не было проблем в будущем, но тут главное, чтобы они хотя бы просто консоль выпустили, а там уже посмотрим. В общем, пишите свое мнение на этот счет, на этом у меня все, если понравилось видос, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok